МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юлия Юрьевна, первый вопрос. Как вы вообще решили стать ветеринаром? Это ведь очень редкая профессия. Должна была быть какая-то мотивация? Да, мотивация была. Была она еще с детства. И, наверное, многие уже знают из интернет-публикации, почему я к этому пришла. То есть действительно была у меня собака в свое время. Это было, наверное, как раз окончание 9-10 класса. Вообще изначально моя мечта была стать врачом. Обычным, не ветеринарным. Я даже поступила в медучилище и даже успела отработать. Выручиться там два года. Но собака у меня была Ротвейлер. Звали его Грей с одноименным названием моего кабинета. И, к сожалению, он погиб очень скоропостижно. Скончался причину смерти. Мы не установили, умер он у нас на руках очень быстро. Ни врача мы вызвать не смогли. То есть все было очень печально. Это было для меня в тот момент очень сильным эмоциональным шоком. А сколько вам лет было? Лет 16, наверное, было. Прямо как раз, наверное, конец учебы в школе. Тогда стоял вопрос о том, чтобы идти на вышку, поступать в медакадемию. И мама сказала, что, может быть, нет, потому что сложновато, и ответственности больше. Тут вроде и собака вроде. Если бы ты врачом была, может быть, он бы не погиб, может быть, ты бы смогла спасти. И как-то, на самом деле, с помощью, наверное, мамы, она меня подтолкнула к этому. Мы решили все-таки от медицины отойти и пойти на ветеринарный факультет. Честно, первые три года я вообще не понимала, зачем я здесь. Участвовать в институте я вообще не думала, что мне это потом... То есть это мое. Я все равно хотела быть медиком. Мне это больше нравится. Я начинаю изучать фармакологию. То есть больше... А потом на четвертом курсе я перевелась в Нижегородской академии, Санкт-Петербургскую академию. И разница, конечно, в обучении, в подаче материала настолько колоссальная, что вот с четвертого курса академии я поняла, что я хочу быть ветеринарным врачом, я им буду, и буду неплохим ветеринарным врачом, насколько это возможно. Там же я сразу начала работать. С четвертого курса академии. При академии у нас была клиника. Меня взяли туда ассистента врача, и там три года я отработала. А потом сюда уже по стечению обстоятельств переехала жить. Для таких же молодых ребят, которые, ну, не дай бог, испытали такое потрясение, или, в принципе, просто хотят стать ветеринарами. Как бы вы могли сказать, к чему стоит быть готовым, выбирая эту профессию? На самом деле нужно, во-первых, эмоционально быть готовым к тому, что не всех пациентов не всегда есть возможность вылечить. Что в любом случае приходится сталкиваться и со смертью, и по неосторожности из-за того, что ты не успел, ты не смог, ты не справился. Все, что угодно может произойти, нужно эмоционально быть готовым и успокоить владельцев. То есть мало того, что держать само себя эмоционально спокойно, еще и уравновешенно держать пациентов. Потому что реакции всегда у людей неоднозначные. И если над каждым животным, который, не дай бог, погибает, не по твоей вине, или даже, ну, бывают случаи, что врачебные ошибки, главное не допускать паники. И ни своей, ни пациентов, это очень сложно на самом деле. И тех, кто многие приходят к нам в приемник безнадзорных детей, которые гладят его, там умиляются, и говорят, хотим стать врачом, только потому что очень сильно их любят, иногда это мешает стать врачом. Потому что чрезмерная любовь, беспокойство за животное, не даст даже эмоционально, ну, просто каких-то манипуляций с животным сделать, когда ему можно будет сделать боль, но во благо. Вот эта сложность. А у ветеринаров есть специализации, или вы, в общем, специалисты самого широкого профиля? Нет, выпускаются все специалисты, они в любом случае. Специализация одна, ветеринарный врач. Узкие специализации уже получаются в пост диплом образования. Самим, исключительно самим. Нет такого у нас института, который давал дальше бы, допустим, терапевта, врача или эндокринолога. Это дальше здесь, на большой земле, это очень развито. Идите, обучайтесь, будет у тебя узкая специализация, диплом. А у вас есть какое-то направление, которое вы считаете своим коньком? Хирургия и кардиология. Вы, соответственно, дополнительно учились, проходили курсы? Конечно, да, сертификаты, да, все есть. Обучение в Санкт-Петербурге, все проходило. Сертификат, диплом кардиолога, да, все есть. Мне это очень нравится. Но работать на земле приходится совсем подряд. Скажите, пожалуйста, какие самые распространенные проблемы, с которыми вам обращаются владельцы? Ну, в основном, я говорю, так как у меня и профиль хирургический, это, кстати, именно почему-то в этом городе и здесь это онкология молочных желез и вообще, в принципе, онкология. Я не знаю, с чем это связано, хоть и говорят, что вроде как город благополучный, но я не знаю, может быть, с этим связано. Может быть, опять же, с тем, что не стерилизованные животные большая часть, но это онкология. В основном онкология, ну и вирусные заболевания, которые, в принципе, распространены повсеместно. Это везде так. А какие основные факторы онкологии, как ее можно предупредить? Если это онкология молочных желез, то это ранние стерилизации, кастрации домашних животных. Если уже в более позднем возрасте возникает онкология, то, к сожалению, только хирургические методы лечения и химиотерапия. Все, больше никак. Я этот вопрос отложил чуть-то попозже, но, наверное, сейчас к нему перейдем, раз уж затронули стерилизацию и кастрацию. Вот вы, как врач-ветеринар, выступаете за или против? Конечно, за. Во всех случаях? Во всех. Во всех абсолютно. Нет, единственное, что я против, даже не то, что против, что значит против, племенные животные, которые участвуют в племенном разведении, конечно, их не стерилизуют. И то многие владельцы и заводчики, прекрасно понимая последствиях, после 6-7 лет, когда уже нерепродуктивный животный становится, его в любом случае стерилизуют. Просто, чтобы не было последствий. То есть и для кобелей, и для сук – это фактор, который способствует развитию онкологии? Да. К сожалению, да. В каком возрасте лучше всего стерилизовать? Ну, если просто обычные домашние животные, которые не собираются разводить? До полового созревания. Самый оптимальный. Это научно доказанный факт. Есть, я говорю, масса изданных статей о том, что ранние кастрации до первых, если это девочки-течек, то там кобелей и полового созревания – это самый оптимальный. Риск новообразования снижается в 400 раз, почти сводится к нулю. После уже полового созревания в первый год жизни, после первой течки тех же самых собак, риск только в 100 раз уменьшается. Ну, то есть есть спидрасположенность. Поэтому я всегда за раннюю кастрацию до первой течки. Это молодое здоровое животное. Раз. Факт того, что это, как правило, небольшой оперативный доступ из-за того, что оно молодое. Плюс никакой нагрузки на сердечную мышцу. Опять же, потому что молодое. Все это проходит безболезненно. От наркоза они отходят замечательно, никаких последствий потом не имеют. А сколько эта операция длится? Смотря у кого. В среднем кошку 25 минут. Ну, у собак в зависимости от размера крупный, максимум 40 минут. То есть до часу это прямо укладываемся всегда. Перевели, прооперировали, дальше домой, денек она отлеживается и потом… Да, но многие вот сейчас оставляют, допустим, на стационаре до полного пробуждения, кто боится понаблюдать. Кислородные камеры, они просыпаются, вечером забирают. Юлия Юрьевна, я слышал, что кастрация очень сильно влияет на кобели с точки зрения их характера. Они меняются. Это правда? Конечно, да. Они становятся более флегматичными, более-менее эмоциональными. Да, есть у них такое. Ну, с одной стороны, многие люди именно за этим и приходят со своими кобелями. Чтобы через чур активное животное успокоить. Да, да, просто исключительно только ради этого. Многие там жалуются, конечно, на метки, но именно в основном приходят и спрашивают, а вот после кастрации он успокоится? Ну вот, а то он замучил, тапки таскает, на диван прыгает, потолок уходит. Да, действительно, происходит. Ну, и сразу, в течение месяца происходит у него, да, на гормональном фоне перестройка организма полного. И он таким и останется? Или потом вернется к какому-то промежуточному состоянию? Нет, нет, нет. Но это, видимо, та цена, которую приходится платить за здоровье и долголетие животного. Ну, я бы не сказала, что это такая цена. На самом деле, многие даже рады изменениям животного после кастрации. Очень даже, я не видела еще ни одного недовольного. Единственная проблема – это после кастрации излишний вес. Но это, опять же, вина владельцев, которые, ну, так как кастрированные животные воли флегматичны, оно начинает больше потреблять еды, меньше двигаться, и начинается просто излишний вес у животного появляться. В этом проблема. А так, если вот люди занимаются собаками, гуляют, и у них все в порядке с этим. Поэтому я еще не видела ни одного, кто бы пожаловался, что он стал каким-то не таким после кастрации. Наоборот, только положительные отзывы. А часто кобелей приводят на кастрацию? Или это все-таки еще, знаете, такое табу? Ну, как мы правильно сказали перед эфиром, просыпается мужская солидарность, и человек не решается на это. Да. К сожалению, с кобелями часто, да. Действительно, мужская солидарность играет, имеет место быть, и реже, чем котов. Почему-то с котами мужская солидарность не срабатывает. А вы чувствуете, что постепенно понимание того, что это нужно сделать, в Россию приходит? Ну, к нам, допустим, соров с опозданием приедет. А на Большой Земле уже эта практика, она начинает воплощаться почти повсеместно. Ну, я думаю, да. Опять же, все зависит от информационной подачи. Насколько это все безопасно, насколько это полезно. Многие люди же сидят неведенными и живут по старинке мыслями о том, что животное должно родить, не должно быть вмешаннее в природу, как многие этим считают. Но это, к сожалению, в любом случае мифы. Да, мифы, и они никуда не денутся. Люди с такими мнениями они останутся. Их уже не переубедить. Давайте поговорим о том, какие ошибки люди по незнанию чаще всего совершают, которые приводят к проблемам со здоровьем. Опять же, в уходе, в питании. Ну, это часто, естественно, бывает. Просто, на самом деле, халатное отношение к собственному животному. Это менее, мало внимания уделяют на его проблемы, не обращают внимания. Неправильный рацион со стола. Это самое первое на первую причину многих заболеваний. То есть, что мы едим, то мы собаке едали. И пусть ест, и неважно, сколько микроэлементов, витаминов он получил. В этом проблема. Редкие прогулки. Тоже проблема. Эмоцион у животного должен быть ежедневный по несколько часов. Это минимум, если это собака. Ну, с кошками все проще, на самом деле. И, кстати, как правило, у них со здоровьем проблемы, но кроме онкологии, гораздо меньше, чем у собак. Поэтому здесь правильный уход в плане питания, правильный уход в плане просто наблюдать, ну, и хотя бы раз в год показываться врачу. Просто на осмотр. Просто на осмотр. Давайте бегло по пунктам насчет питания. Что давать, допустим, собаке категорически нельзя? Здесь, опять же, все, что есть на столе. Это какие-то субпродукты наши. Это те же самые колбасы вареные. Все это все, что мы едим. Никакого хлеба. То есть из натуралки, если вы кормите, это должно быть в рационе только углеводы и только белок. То есть мясо и углеводы, каша. Все. Больше ничего. Можно, конечно, и многие дают клетчатку, но только не капуста. Грубо говоря, там такую клетчатку. Что-то брокколи, морковь, ради бога. Опять же, тоже много очень спорных вопросов в этом моменте. Что сырая она практически не усваивается. А вареные никакой полезности за собой не имеют. Поэтому сейчас многие уже сошли с сомнением, что кроме консервированных готовых кормов, это самый оптимальный рацион. Ну, то, что придет в магазине. Корма и мясо. Что касается собак. Корма и мясо. Мясо, они хищники. Они в любом случае мясо и белок честно должны получать. Комбинировать мясо без каши, без углеводов с кормом, пожалуйста. Самый оптимальный рацион для собаки. Косточки. Конечно, пожалуйста. Но они тропчатые. Суставные. Такие, чтобы он не мог себя поранить. То есть это суставчики. А к чему может привести неправильное питание? Колбасы, сосиски, да все что угодно. К чему угодно. Панкреатиты, острая почечная недостаточность, гепатиты, гепатозы, гастриты, язвы очень часто, колиты, энтероколиты. Очень много внутренних незаразных болезней, которые приводят из-за того, что просто животное неправильно скормилось на протяжении всей своей жизни. Это долго были? Жировая дистрофия печени. Нет. Ну, хотя как нет. Относительно. После 4 лет начинаются проблемы. Если были погрешности в питании, где-то примерно 4-6 лет, и начинают вытекающие проблемы. То есть, если вы сейчас кормите 2-3-летнего пса, и у него нет проблем, это не значит, что в нем ничего не копится. Да. Он кажется здоровым, но пройдет какое-то время, может быть, полтора-два года, и выдаст все то, что копилось у него с годами. С питанием разобрались, давайте перейдем к прогулкам. Вы сказали, как минимум, несколько часов. Да. Если этого не будет. Ну, опять же, тоже все зависит еще от породы животного. Кому-то недостаточно, на самом деле, ходить дома на пеленочках, как многие декоративные собаки, и их это все устраивает. Если это крупные животные, массивные, то ему, как минимум, нужно 2 часа прогулки в день. Если этого не будет, это, опять же, придет к тому, что жировая дистрофия, это излишний вес, эти проблемы начинают сказываться на поджелудочной, это развитие сахарного диабета. Очень много заболеваний, которые развиваются на фоне неправильного эмоциона животного. А вы, кстати, как относитесь к тому, что люди заводят в городе собак, там, пород хаски, ну, знаете, таких вот уже рабочих, которые, в принципе, не предназначены для жизни в городе? На самом деле, их настолько уже одомашнили, что они себя очень прекрасно чувствуют в квартирах. И, опять же, все люди, которые осознанно к этому подходят, они осознанно ими и занимаются. И ходят на занятия к кинологам, и выгулив по несколько часов, и уезжают куда-то, пускают на свободную выгулку, при этом, ну, зная всю полностью дрессировку. Поэтому, в принципе, я не против содержания. Опять же, лишь бы от этого не страдало животное. Если дома жарко, это тоже проблемы с шерстью, это те же самые проблемы, вытекающие на прогулки. Поэтому, в принципе, людей не переубедить, что их нельзя. И они северные ездовые, и должны жить на севере. Нет, люди привозят и маламутов, они еще пушистее, чем хаски, и в них ухода, на самом деле, гораздо больше. Но живут, и причем нормально живут. А к содержанию собак на цепи вы как относитесь? Опять же, смотря каких. И смотря, как к этому подойдет сам владелец. Почему он на цепь ее посадил, по каким критериям. Отпускает ли он ее с цепи на свободную выгул, хотя бы по территории своего же участка. Все это индивидуально. В принципе, я не категорично, что нет, нельзя на цепи держать собаку. Если она у тебя охраняет двор, то почему нет, в принципе. Я говорю, опять же, с условием нормального кормления, и в любом случае ежедневного эмоциона, не с цепи. То есть, снимается с цепи, и собака бегает обязательно. Юлия Ирина, это правда, что дворняги – это собаки с более сильным и крепким иммунитетом, чем породистые? Да, но здесь все объяснимо. Потому что дворняги, как правило, они либо рождаются на улице, либо от мамки с улицы. А здесь уже играет роль такое понятие, как особо иммунизирующая инфекция. То есть, они переболевают внутриутробно, они перезаражаются внутриутробно. И когда момент рождения и момента его роста, он просто укрепляет свой иммунитет этой инфекцией. А наши любимые породистые животные слишком стерильны для тех условий жизни на улице. Поэтому, да, действительно, у них иммунитет поустойчивее. То есть, беспородные щенки еще в утробе матери начинают вырабатывать у себя крепкий иммунитет к основным болезням. Да, опять же, все зависит от матери тоже. Как она переболела этой болезнью, болела ли она от этого. Но, к сожалению, это бывает тоже нечасто. Многие щенки погибают. Вы говорили, что на осмотр нужно водить ежегодно. Ну, это, по сути, такая диспансеризация. Что в этот осмотр входит? Какие процедуры? Здесь, опять же, все зависит от желания владельца. Мы не можем навязать какое-то свое мнение или принудить. Ну, по уму, какой-то такой средний стандарт. По уму, это биохимический анализ крови, это общий анализ крови и обычный клинический осмотр. Если проблемы какие-то есть конкретные, владелец должен их озвучить и уже более подробно разбираться. Старше шести лет животное должно проходить диспансеризацию хотя бы раз в полгода. Потому что там начинаются как раз в этот момент выявляться проблемы со здоровьем. А так молодое животное хотя бы раз в год. Но вообще, по идее, раз в год диспансеризация проходит любое животное. Потому что, по сути своей, должно каждый год прививаться. И многие владельцы просят перед прививочкой их обследовать. Что делают абсолютно правильно. Юлия Юрьевна, сейчас началась неприятная для собаководов пора. Добром, май, проснулись клещи, пероплазмоз. Я, к сожалению, сам в том году с этим столкнулся. Слава богу, вроде бы все обошлось. Скажите, пожалуйста, как можно защитить свое животное? Потому что средств очень много. И советов тоже. Кто-то рекомендует комбинировать, кто-то использует строго одно. Есть ли в ветеринарном сообществе какое-то устоявшееся мнение о том, какие препараты по-настоящему работают? Опять же, это все касается собак. Потому что кошки, к счастью, кровепродетарным заболеванием от клещей не страдают. Пероплазмозом, бобезиозом, анаплазмозом болеют только исключительно собаки. Но кошки имеют свой ряд заболеваний, что переносятся теми кровососущими насекомыми. У них своя обработка. Сейчас, последние два, наверное, третий год, ветеринарное сообщество все руками и ногами за, на самом деле, и подтверждают клиническими исследованиями за таблетки. Это бровекта, которые хоть и пугают тем, что там очень много различных противопоказаний, но пока их не выявлено, пока это только все рассказано в форумах. Я тоже читал, печень посадите. Да, на самом деле, печень можно посадить тем, чтобы вы обработались каплями, схватили клеща, а потом пришли на лечение. Вот этим, да, вы наносите больше урон собаке и здоровью, чем вы дали таблетку. Тем более, таблетка на три месяца, и дополнительных мер защиты никаких не предусматривает. Но и противопоказаний к нему тоже нет. Хотите, обрабатывайте дополнительно. Допустим, перед прогулкой в лес многие спреями обрабатывают собак. Ради бога. Такая комбинация не навредит? Нет. Нет, но и как бы особого эффекта не даст. То есть действие бровекта, она накапливается, это не химический препарат, он не имеет токсинов, он накапливается в верхнем слое кожи, в эпидермисе. Животное в любом случае подвергается укусу клеща, но так как сам препарат накапливается в эпидермисе, а не в крови, от укуса клещ сам погибает. То есть можно потом собаке сносить мертвых клещей. При этом процесс заражения не происходит, потому что он не успевает выпустить заразную слюну. Поэтому это самый сейчас оптимальный, самый эффективный метод лечения. Не лечение, а профилактики. Если все-таки животное заболело, по каким первым симптомам можно определить, что у него, скорее всего, пероплазмоз? Вялость, апатия, отказ от еды, повышенная температура. Потемнение мочи и пожелтение склеры происходит уже где-то на 4-5 сутки после заболевания. На самом деле там уже лечить гораздо сложнее, нужно применять более интенсивные методы терапии. Если вы увидели, что собака что-то с ней не так, у нее какое-то непривычное состояние, лишний раз возьмите градусник и перепроверьте. Температура выше 38,5-39 максимум у больших, крупных собак. Говорят о том, что животное что-то не так, и лучше доехать до клетники и сдать анализ крови. Из опыта у меня пес сменился просто в одночасье. Еще вечером был активной гривой, утром я встал, он лежит под кроватью, отказывается из него ползать. Когда я его вытащил, он еле-еле передвигал лапы, а потом почитал, для пироплазмоза характерен, может поправить и пары с задних конечностей, что-то там происходит. В чем заключается лечение? Потому что многие люди, допустим, они не знают, они приводят к ветеринару, тот выставляет ценник, что-то назначает, а человек не знает, достаточно этого или нет. А здесь опять же решает врач. Человек и не может знать, достаточно это или нет. Понимаете, врачи бывают разные. Но, к сожалению, всем уже не посоветуешь. В любом случае есть специализированные препараты для лечения кровопрозитарных заболеваний. Фортикар, пиростоп, их сейчас много, все об этом знают. Дополнительно здесь все по симптоматике и по анализу крови. Берется общий анализ крови и смотрится. Если еще на момент поступления животного в клинику с кровью все в порядке, достаточно, на самом деле двух уколов. Это кольца пиростоп, либо фортикарп, и супросин, чтобы не было энергетической реакции. Все. Если уже пошло снижение гемоглобина, эритроцитов, там уже более интенсивная терапия. Иногда требуется переливание. Теплая донорская кровь у нас используется тоже. Бывает такое, да. А чью кровь переливаете? С собакой, к собаке, к собаке. К счастью, первое переливание определение группы крови не требует. Поэтому, да, были случаи достаточно много, что у нас наши, кстати, приютские животные использовались как доноры хозяйские. Да, и слава богу, все проходило благополучно. После лечения необходимо сдавать контрольный анализ? Обязательно. Причем биохимический анализ, потому что как раз как следствие заболевания проблемы с почками и печенью. Однозначно, биохимия обязательно. Юлия Юрьевна, насколько я знаю, вы активно участвуете в работе приемника. Сами являетесь волонтером. Многие люди не до конца понимают, что это за место и чем оно занимается. Давайте такой коротенький ликбез проведем. Приемник безнадзорных животных. Что это за учреждение? Какие его основные задачи? Это муниципальное учреждение. Относится оно к ДЭПу. Основная задача отлов, содержание безнадзорных и стерилизация безнадзорных животных. А также пристроить его в добрые руки, в хорошие руки. В принципе, все на этом пункте приемника заканчивается. А чем он не занимается? Наверное, мы не занимаемся официальным лечением животных. Мы не проводим никакое амбулаторное лечение. Только в случае, если уже животное на момент поступления заболевает у нас, то опять же силами и волонтерами мы его лечим. А так, на момент, если животное было клинически больное, оно у нас в приемнике не остается. Сколько сейчас у вас питомцев? И эта цифра, она растет, падает, устоялась? Всегда по-разному абсолютно. Но все, опять же, зависит от сезонов, все зависит от тех же самых, кстати, моментов полового созревания безнадзорных животных. Поэтому сейчас, слава богу, немного. Сейчас там, по-моему, 8 или 9 кошек у нас всего лишь осталось. И, по-моему, только щенки. Ну, кстати, недавнее пополнение щенков было. В районе, наверное, где-то 9 щенков вместе со всеми собаками. В принципе, это немного. Бывает и хуже. Бывает и больше. Все это ближе к осени, начнется пополнение, когда собаки на огородах нарожают. Да, многие из огородов, не только собак, но еще и кошек к нам несут. И все это мы собираем, да. Подвальные мышки. Все нам приносят. Юлия Юрьевна, вопрос вот устройства животных. Может быть, это глупо, но, не знаю, не стоит так драматизировать. Но если животное не агрессивно, привито, стерилизованно, живет на улице, зачем его оттуда выдергивать? Пускай дальше живет. Ну, по идее, здесь я тоже с вами, наверное, соглашусь. Но, опять же, не агрессивные животные, оно до момента. Всегда что-то бывает впервые. И поэтому, опять же, дети около школы, агрессию может собака даже стерилизованная, привитая проявить, и от травматизации ребенка это никак не спасет. Мало ли что ему не понравилось. То есть все индивидуально. И здесь, конечно, спорный вопрос, стоит ли их выпускать. Опять же, и что касаемо повторных отловов, это же тоже в любом случае будет. Заявки поступают от граждан, все это зависит от людей. Чем чаще нам будут звонить люди, чем чаще мы будем выезжать на отлов. И одну и ту же собаку мы можем тогда, получается, ловить несколько раз. Только потому, что она просто мешает людям. Она лежит у подъезда, она стоит около магазина и ничего не делает. Люди в любом случае набирают нам телефон и звонят. И мы обязаны выехать и забрать эту собаку. И снова 10-дневное содержание, и снова отпускаем в обитание. И снова она же звонит. Это нескончаемый процесс. То есть такого, что собаку изъяли, если в течение 10 дней никто ее не забирает, она усыпляется, такого нет? Нет, конечно, нет. Это вообще не знаю, какие-то стереотипы очень странные почему-то у нас возникли в городе. Нет, конечно, такого. Если на момент осмотра в первый день отлова принимается решение о ее дальнейшем содержании, животное содержится до момента пристройства. И в тонаде он не подвергается. Насколько Саров вообще, с вашей точки зрения, продвинут в ветеринарии? Многие операции можно сделать здесь, не выезжая за колючку. Ну, основную часть операции можно сделать здесь. Что касается интубации, то есть это газовый наркоз, только большая земля. Здесь просто чисто финансово никто не может этот аппарат потянуть. А так, в принципе, что касается хирургических манипуляций, то все можно сделать у нас здесь. Особых навыков и специализации не требуется. Ну, часто коллеги упоминают там коллапсы трахеи, особенно у маленьких собак. Это все здесь лечится? Нет, вот как раз для этого и нужна интубация. Для этого и нужна искусственная вентиляция легких, газовая наркоза, стентирование. Только большая земля. Только там. Вы, как ветеринар, советуете своим пациентам клиники, где по-настоящему лечат, а не калечат? Если вдруг появляется необходимость выехать на большую землю. Конечно, конечно. И мы сотрудничаем с этой клиникой, мы знаем всех врачей этих клиников в Нижнем. И Санкт-Петербург, и Москва. Да, мы общаемся, и мы поставляем туда пациентов. Они потом с нами имеют обратную связь. То есть вот конкретно я общаюсь с врачами, когда посылаю своих пациентов, они мне потом же пересказывают, что было на приеме, что они узнали. Помимо того, что владельцев может упустить, врач со мной общается. Это практика мне очень помогает. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Сегодня мы беседовали с врачом-ветеринаром Юлией Рилкиной. Юлия Юрьевна, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, что она будет всегда с радостным концом и исходом. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!